Вероника Я думала о детстве, но показала Вероника, как она спела. В живую вы бы это слышали. Это здорово! Просто мы же давно её слушаем, и я вот таких верхов, например, никогда у меня не слышал. Они всегда мне казались какими-то тяжелыми, грузными. А тут я услышал что-то такое воздушно-легкое, летящее. Просто был поражён. Хотя я вообще не фанат женского вокала. Как ты думаешь, какой фактор здесь сыграл? Почему был такой воздушный вокал? И опёртый, яркий, сочный. И искренность. И не тяжёлый. И ещё что? А что ещё надо? Нет, я всё понимаю. Любовь. Это первое. Искренность. Да. То есть эмоции, чувство. Это были очень настоящие эмоции. Максимально настоящие. Это был самый живой процесс. То есть, например, я выходя на сцену, я не чувствую себя естественно. Мне кажется, я играю и играю по чьим-то правилам. А? Металично всё идёт. Что-то типа такого и своего даже не знаешь как добавить. А тут это абсолютная непосредственность. Вот поэтому она и не учится. Ты правильно делаешь? Она не учится. Как бы согласен. Она не учится. Потому что ей ничего не надо. Потому что возникает внутренний конфликт. Человека начинают учить. Она совершенно с этим не согласна. У неё своё видение на жизнь, на вокал, на сцену, на одежду, на поведение. То есть своё видение. Ей начинают здесь всё это загружать. Она, конечно, могла бы смириться на годы учёбы. Ну, чтобы получить диплом. Могла бы смириться. Но это оказалось выше её сил. Ну, как бы она не захотела. И в результате она в свободном полёте сейчас. Вообще в свободном полёте. И вот она так запела. В свободном полёте. Ещё здесь понимаешь, такой здесь психологический ещё фактор. Понятно, что искренность, желание, эмоции. Всё это. Захлестнули её всё. И именно то, что она сейчас свободна. Она не студентка. Она вольная птица. С даром, который ей дан свыше. Вот она бы ещё до конца понимала то, что это подарок. То владение голосом. То дар тембральный, который у неё есть. Что это подарок ей. А подарком нужно дорожать уметь. И благодарить за подарок. Я, конечно, не знаю, может быть, это происходит. Мы с ней не общаемся со всем же. Может быть, это происходит, дай Бог. Но это действительно было. Искренне я же посмотрела выступление. И это было здорово. Это правильно сказано. Всё включилось. Максимально. Она включилась. Она именно включилась. И она так не пела в колике. Да. Она не пела так. Вы там все зажаты в рамки. Зажаты все. В методические рамки. В методические рамки. В методические рамки. Думаем о том, что про тебя скажут. Что скажут. Если я сейчас вот так не сделаю, значит мне сделают замечание. Здесь, значит, у меня как Настя Сатункина. Какой у нее был тембр голоса. Ну, вы не знаете. С Настей Сатункину. У нее был такой шикарный тембр с песком. Но ее, как профнепригодную, просто прикончили. Она у меня училась. Первый курс только. Забрала она документ. Да, она забрала документ. У нее пятеро детей. Она вышла замуж. Прекрасно живет. Все у нее хорошо. Закончила два вуза уже. Одиннадцать лет же. Она сразу ушла. И вот она уже закончила. Пятеро детей и два вуза в образовании. Она умница. Просто ее раздавили здесь. И все время говорят, что она сипатая, хрипатая, профнепригодная. А у нее дивный совершенно тембр. Я говорю, да вы что? Она же потрясающий тембр. Имеет у нее такой голос. Это специфика ее голоса. Кто-то, Миша, мечтает. Мечтает о том, чтобы был не прямой вот такой вот. Ровный вот такой. Прямо вот. Зычный такой тембр. А именно с такой поволокой какой-то. Вот с такой. С каким-то фраем. Вот с таким. Да, элементарно. Сколько молодежи, пацаны мечтают хрипеть, как культ КБ и так далее. А у нее, понимаешь, вот этот песочек был. Это было просто потрясающе. То есть, как бы она умудрялась субтонить, то есть она на субтоне как бы пела. Ну, первый курс только. Только первый курс. То есть она еще и с опорой, да она не имела понятия. Ничего там. Она бы, если продолжала учиться, она бы потрясающе совершенно. Как бы, может быть, состоялась как вокалистка. Ну, ей просто прибили клеймо на башку. Профнепригодная. Сипатая. Именно сипатая. Мы все сипатые были. Мы все профнепригодные были. Все сипатые. Поэтому здесь, я думаю, что она именно… Я тебе очень благодарна, что ты сейчас это высказал, потому что я опубликую наш разговор и Вера послушаю, потому что мы очень часто с ней на эти темы разговариваем, и мы никак с ней не можем как бы… Ну, расходятся наши мнения. Я глубоко убеждена, что свобода, образ, эмоции, чувства, искренность дают потрясающие результаты голосовые. Просто потрясающие. Для этого не нужно сидеть и грызть науки там, обложиться книгами по методике, и потом вышел и запел. Да никогда такого не будет. Никогда. Ты хоть как? Ну, знаешь ты, Тимур, и что? Ну, знаешь ты, как это технически сделать, и что? Кстати, я сегодня на уроке спросила у Сарьяны. Скажи мне, Миша, а скорость на автомате, на машинах переключается сама по себе или ты руками что-то делаешь? Сама по себе. Сама по себе. Сама по себе. Скорость? Не на механике. На автомате? Ну, машины автомат. На автомате сама по себе. Сама по себе? Да, да, да. То есть речь шла просто о том, что смена регистра. Смена регистра. А, что она как на автомате? Это и должно быть на автомате. То есть когда она не останавливается и бесстрашно это все происходит, и она не думает об этом. Она сегодня мы здесь пока готовили ужин. Она говорит, Дарья Викторовна, думай, я не думаю. У меня происходит это все легко и свободно. Я там не думаю. Я говорю, а почему ты в классе думаешь? У тебя совершенно другого склада преподавателей. Я наоборот говорю, отключите мозг вообще. Не надо думать здесь. Я вот тоже замороченный. Надо чувствовать, чувствовать надо. Просто чувствовать. Ну, я считаю, почему я замороченный. И больше я это привязываю к осторожности, потому что у меня педагогов не было, можно сказать, наставников конкретных, чтобы раскрывали какие-то мои особенности, которые как вот о себе, ну, как вот этот тесный контакт педагога и непосредственно его ученика. У меня такого никогда не было. И поэтому для меня всегда вот этот вот… Самому участию. Именно из-за осторожности, чтобы… Особенность за то, что я люблю всякие экстремальные техники, и так как они особо менее изучены, мне приходится максимально себя слушать, свой организм, и постоянно задавать вопросы, которые Вероника иногда удивляет. Как тебе вообще такие вопросы в голову приходят? Зачем ты об этом думаешь? Как так? Я вообще бы о таком никогда не задумывалась. Нет, но здесь есть в этом плане эмоциональное зерно какое? Потому что ты анализируешь, когда происходящее. То есть ты опытным путем идешь. То есть ты идешь опытным путем. То есть это… А потом ты просеиваешь. Но ты же основываешься на своих, опять же, ощущениях, на своих… На том, почему у меня… Как это получилось? А как я это сделал? И ты пытаешься это повторить… Но я иногда согласен с тем, что я тут чрезмерно вот этим самоанализом… Ну вот и не надо. Не надо. Оно хорошо. Но все хорошо. Но все хорошо. Но все хорошо умер. А зачем бояться, Миш? Ты пойми, что когда искренне… Я вот одну песню пела, я очень переживала. Меня записывала ли я. Вот в первый курс они закончили. Это в девятом году я записывала диск свой. Она на мне это тренировалась, ну прямо дома. И записывала меня. И у нас не было там ни подтяжек, ни натяжек. То есть мы ничего не делали. Спели и спели. И я спела песню, и у меня там голос сыграл. То есть как бы не кексанул, а как бы сперло дыхание там вообще. Перехватило. О! Перехватило как бы в одном месте. Убиты глаза зеленые песни. И я говорю, ой, нехорошо, ну как-то у меня здесь так получилось. А я настолько эмоциональная вся в этой песне была, что она мне очень понятна, я ее всю жизнь пела. То есть это классика, понимаете, классика тоже жанра. Песня «В беды глаза зеленые», кто ее только не пел, и как ее только не поют, и как ее только не преподносят. Она мне совершенно по-другому с юношеских лет легла. То есть я закончила институт, приехала. В Красноярске сразу же пошла работать. Родила сына и пошла работать. Ну два месяца было, и я пошла работать уже в ресторан. Я его кормить, потому что я одна была, и мне ничего не оставалось делать. Вот. И я в ресторане пела. И я и Димка Рубцов. То он, то я, значит. То есть как бы… И она у меня вот с того времени еще, с восемидесятого года легла. И все. И Аля говорит, ну, Александр, не перепивайте. Не надо. Пусть так останется. Я говорю, ну, может быть, ты и права. То есть она… Она вот… Казалось бы, это ошибка. То есть вот если пить на… Будет сидеть… Комиссия. Какая-то комиссия, они скажут, она не справилась. Ну, типа, это техническая ошибка. По голосоведению у нее здесь был сбой. Понимаешь, как бы, все это… А мне, вот, в принципе… Мне тогда было в каком плане? Ну, ээээ… Эмоционально я бы все равно пела бы точно так же. Ну, может быть, этого бы не произошло. А потом я подумала, думаю, да и пусть будет. Он эмоциональный. Он эмоциональный, как бы, крик душевный был. Там перехватила. Потому что там и по словам то же самое. Понимаешь? Не тобой рубашка вышита. Ну, то есть там все вот это вот, свадьбы сыграны давно. Ну, то есть песня, там слова такие заживое берет. А люди, когда слушают, они говорят, да же как успели ее? Нам что важнее? Что нам профессора что-то скажет или народ? Нам же важно, чтобы нам народ поверил, когда мы играем, когда мы поем. Что мне профессора? Они опять же все смотрят, корова по квитации одна, брали мы ее одну. Голос должен идти ровно, значит, нигде ничего не должно. Ну, что значит не должно? Ну, если, допустим, сейчас опять же вернуться к Константину Сергеевичу, в Станиславском. То есть мы, по идее, да, мы должны в зал плакать, мы должны умудряться сдерживать, да, слезы, то есть мы должны, мы не можем себе давать такую волю. То есть актер должен работать именно так. Может быть, допустим, с точки зрения самых, самой высочайшей какой-то там вот пьедестала, поставить всех музыкантов, певцов, актеров, может быть, действительно голосоведение должно быть идеальным, понимаешь, все это, но это все равно будет ремесленническим. Я буду все равно тогда сосредотачиваться не на чувствах, не на искренности, а на физиологии и на технике. Моя голова будет думать, как мне в этом месте придержать свои эмоции, чтобы у меня этого не получилось, чтобы комочек этот подошел у меня в этом месте. Ну подошел, и что? Ну как бы не должен. Мишка Кульков. Господин техника. Он прямо реально, у него в глазах читается, что он сейчас не про любовь или про страдание там поет, а именно вот... А про триконовый скачок. Да, нотки рисует себя. Сейчас вот сюда мелодия пойдет, надеюсь, надо... Ну это разве пение? Ну это сольфеджио. Я могу это назвать? Да, ты молодец. Сольфеджио, чистота интонации, великолепная, прекрасно пишите диктанты, вы замечательно слышите, у вас прекрасно развит мелодический слух, гармонический слух, полифонический там все, вы там мыслите. Хвала вам и честь! Это прекрасно! Но мне на сцене никогда не было интересно его слушать. Он пустой. Он тут при своем чистейшем интонировании. Видео нам показал. Хороший мальчик, но не орел. Рок-н-ролл пел Пресли, да? Все песни вот так с тобой. Там проигрыш, она так. Не поколбасился, ничего. Ну как бы, его даже не с безразличием, как вы знаете. А вот как раз с вдумчивым... Вдумчиво, да. Ну вот ничего. А сейчас проигрыш. Да, сейчас я начну петь дальше. Ну, это ж неинтересно. Ну, ты не знаешь текста, типа, окей, но ты... Ну, он такой начал оправдываться. Я не знал текста. Но ты ни одной частью тела не показывал. Ни мускул, ни один ничего не думал, ничего. Как это можно рок-н-рог? Как это можно петь? Вообще... Как? Да. Ну как? Ну, вот так. Ну, кто-то вот... Зато чистота интонации. И всегда на всех зачетах... Нам выдавали всегда эти бумажки же, вот эти критерии. Я спрашивала, скажите, пожалуйста, сколько нот должно быть неправильно? Там оценки нам надо было поставить. Там прям по количеству. Сколько нот в вашем исполнении было нечистых? Я говорю, вы понимаете, какую вы задачу ставите лично передо мной? Я хочу слушать человека. Просто смотреть на него, как на артиста эстрады, и то, что он передает мне. А я должна сидеть, вот, в комиссии нас, и считать, сколько он нот неправильных сентонировал. То есть сколько нот неверно было спинно. Вообще. Сколько нот форсировано было, сколько нот неправильно. То есть невладение дыханием, там. Как со стилем человек справился, и так далее. Ну, там все по критериям. Вроде мы еще пока все, слава богу, мы живые, мы не роботы, мы не зомби. То есть все еще нормально. Я бы поняла, если бы мы были машинами, и нас бы как бы, ну, тестировали, да? Насколько машиновыносливы, насколько бы там то, сё, пятое, десятое. Ну, и вчера мы в очередной раз... Ну, мы живые. По поводу живых. Вчера в очередной раз выслушивали истории... Этих... Да, первокурсников. Тех, у кого была классическая школа. И что говорили, расскажите. Как эта классическая школа обдевает желание, чтобы вообще не прикасаться к инструменту. Конкретно кто это? Гитаристы говорили? Это была речь о скрипке и о фортепиано. А у нас скрипка поступила? Ну, на вокал, да? Полина скрипка, Палочкова. А не Лиза? Полина... Девчонки очень сильные. Девчонки очень сильные. Но Лиза, Лиза, Лизу нужно раскачивать, знаете, в каком плане? Она произнесла такую фразу. Я же у них веду два урока. С андрейчей, постановку концертных номеров. Она говорит, какая я счастливая, что я попала сюда. Я так устала учиться в математической школе. Да, точно она. То есть она училась в математической школе, девочка училась. Вот с ее складом ма, с ее вот одаренностью, и с ее вот вообще творческой вот такой вот личностью она училась в этой школе. И она такая счастливая. То есть столько лет ребенок был в этой школе, совершенно... Как она вообще... Вся ее сущность была против того, чтобы там находиться. И она это выдерживала, она это в этих тисках. И вот она вылетела. Она вылетела, ребенок оттуда выпакнул. Ой, она говорит, слава богу, я, говорит, я не влетела. Вот она скрипачка. Да, короче, меня больше всего поражает, как педагоги позволяют себе вот так вот убивать огонь у молодых артистов. Это преступление. Зачем? Это Екатерина Николаевна тоже рассказывала. За которое не садят... Нет статьи, но это преступление. Она тоже училась на скрипке. И ее тоже там педагог шпыняла там. И она забросила это дело вообще. Вот, например, в моей музыкалке. Меня не научили там музыкальной дисциплинею. Я где-то ради эмоций... У меня всегда там первичные были эмоции, а ритм, техника и так далее, это все было вот такое. То, чему я вообще не придавал значения. И я выделялся, я нравился публике. И да, когда выходили пианисты там, семилетние там или десятилетние, играли там чисто, классно, круто. Но от этих людей я слышал и видел, что они больше никогда в жизни не прикоснутся к своему инструменту. То есть они говорили все время вот так, чтобы я закончу, типа, маме и папе это надо. И все, и больше мне это нет. Больше никогда в жизни. Вот так, понимаете? Это жесть. То есть... Ну, это вот они судьбы, понимаешь? Вроде есть у меня небольшая обида за то, что меня не учили музыкальной дисциплине, но зато я люблю свой инструмент. Да, и ты любишь музыку, или музыка любит тебя. Это самое главное. Вся эта техника... Вы поймите, что технически мы можем дорабатывать всю жизнь. Всю жизнь. Я никогда, допустим, не пела и не думала, что я вдруг буду петь сейчас, там я в третьей октаве могу петь, я могу импровизировать, я могу там то, то... То есть я об этом не думала. Я училась вместе со своими учениками. Они меня учили, я их. То есть мы вместе учились. Меня жизнь затолкала в колледж. Я же театралка, я же не имела отношения к педагогической работе. Я педагогом была 33 года в лагере. То есть с социальными детьми, с больными детьми работала в летнее время. Это огромный опыт у меня. То есть чисто психология, педагогика, такого плана. Но я никогда не преподавала в государственных учреждениях. Я никогда не думала об этом. И мне никто же тогда не помог. Мне было очень тяжело. Но мне помогали студенты. Сами студенты помогали. Я с ними росла. Они со мной, я с ними. Вы друг у друга учились. Друг у друга. Я тоже много чего нового о своем инструменте узнал уже, будучи преподавателем. Вот. Вот. Так ты всю жизнь будешь учиться, Миша. Вероника будет всю жизнь учиться. Потому что мы встречаемся с разными детьми. У меня, допустим, сейчас вот видите Сарьяна. Массы тела нет. То есть сложность определенная. Она же меньше Вероники чуть ли не в два раза. Совсем же маленькая. А для вокала все-таки нужна фактура. Но нужна мышечная работа. Мышечная работа. Можно, конечно, все это. Но здесь в первую очередь внутренний стержень заставит все это сделать. И он у нее есть. Но у нее сейчас в клетке сидит. Она в клетке сидит и в первую очередь ею рулит страх. Она никак от него не избавится. И пока она не избавится, она может за четыре года пока... Мы, конечно, выпустим ее. Дай нам Бог. Подготовим программу государственную. То есть я там костьми лягу и все мы сделаем. Но она... Когда она распакует себя? Когда? Может быть через пять, может быть через шесть, может через десять лет. Но это же произойдет только пока она не пожелает. Она же этого не сделает. Никто из отглоса. Никто другой не распакует человека. Никто. Пока человек сам не распакует себя. Никто. Мы можем разговаривать. Она со мной соглашается, допустим. Ну, любой человек, да? Он соглашается. Вроде вы правильно все говорите. Пока ты сам не откроешься. Пока ты сам не захочешь. Пока ты сам себе не скажешь. Я это хочу, я могу и я сделаю. И что вы мне там говорите? Ничего не произойдет. Хоть как там преподаватель. Хоть как он будет выпрыгивать там из себя. Ничего не получится. Ничего не получится. А ты так помнишь, что там это все. Здесь самое главное не отбить желание учиться. Вот эти четыре года они пролетят вообще. Вот она третий курс уже. Казалось бы. Только, только поступи. Уже третий. Мы уже программу думаем на госы. Есть песня, которую она на ней должна будет просто настолько включить свое истинное я и свой внутренний стержень. А она на первом курсе училась, я ее нашла. Я ее отложила на госы. Потрясающая песня. Я ее раньше никогда не слышала. Никогда. Как Лёдову. Ну, нам прислали. Прислали тоже, да. Тогда нам прислали и Лёдову для Леронички. Поэтому, все от нее зависит, все от человека зависит. Хочешь, ты будешь изучать. Человек себя-то не знает, Миша. Ты себя на конце узнаешь? Абсолютно. Темный лес. Темный лес. Просто чаще пиши через Аль. Чаще пиши через Аль. Сокуда ты взял? Это уже третий день. Я про Жеши. И Жеши ты начинаешь. А, Жеши. Чаще. Вот именно. Темный лес. Поэтому начни с себя и все. Познай истину, и станешь свободным. Истину надо познать. А истина в чем? Стань свободным. Не в вине. После вчерашнего. После вчерашнего. Ладно, бегите. А то нас там Вовка ждет. Да. Да. Действительно. Да. Я здесь сядь. Я вот это самое. Пока-пока скажу. Ребята, всем спасибо, что вы были с нами. Спасибо за праздник. Спасибо за такой чудесный вечер. Мариночка, еще раз. Мы тебя все обнимаем. Шлем тебе наш сибирский, красноярский привет в Нижний Варковск. Обнимаем. Целуем. Мы все тут и попили, и поели. И все еще будем неоднократно встречаться. И еще неоднократно выйдет зайчик. Пау гулять. Пау гулять. Всего доброго. Пока-пока. Пока.